Возможно вы читали книги про постапокалипсис или смотрели фильмы, где человечество окунулось в ядерную зиму и выживает как крысы под землей, спасаясь от радиации и холода мертвой поверхности. А задумывались ли вы, что в случае реальной опасности куда бежать-то? Да, существует множество бункеров в городе, о которых я даже точного местоположения не знаю, да и вряд ли они находятся в боевой готовности в мирное время, хоть и в таком неспокойном 2021 году. И вряд ли вы предполагали, что в Алтайском крае будут строить сверхсекретный военный бункер, способный выдержать ядерный взрыв. Да кому мы нужны? Мы же не Москва, а оказалось нужны. Ведь для чего-то его все-таки построили. Всем привет, вы на канале Ленивый Турист. В этом видео я покажу вам место, которое находилось у нас под боком все эти годы, но стало дико популярно только в 2021 году. Укрепленный командный пункт Сфера. И как всегда, не забудь поставить лайк под этим роликом и если вам нравится видео подобного формата, то подпишитесь на канал. Это дает мне мотивации делать такие видео для вас дальше. А для тех, кто хочет поддержать канал рублем, ссылка на донат будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Крепкий орешек. Так его прозвали сталкеры, побывавшие здесь в 2010 году и успевшие увидеть железного гиганта еще до его полного разорения. Сейчас я прочитаю вам выдержку из сайта Барнаул-22, где подробно описан объект, имеющий фотографии до полной разрухи. Ссылки статьи вы можете найти в описании под видео. Недостроенный УПК Сфера или по-другому командный пункт, высоко защищенный КПВЗ-15В-210, 35-й ракетной дивизии ракетных войск стратегического назначения. Особенность этого командного пункта в том, что точнее ему подобные, введенные в эксплуатацию, имеют высшую степень защищенности и способен выдержать прямое попадание ядерной боеголовки. Побывать на любом из действующих объектов такого уровня секретности невозможно в принципе, тем ценнее эта находка и возможность ее увидеть, как устроены места, откуда мертвая рука гарантировала США и СССР полное взаимное уничтожение. Остальные командные пункты и ныне в боевом дежурстве, а наша так и недостроенная сфера вот уже несколько лет как разрезана на металл. Отголоском когда-то зарождающейся тайны служит лишь глубокая шахта, выложенная бетонным тюбингом, до 100-метровая паттерна к техническим зданиям. Все, что осталось сейчас, лишь фотографии. Так что же представляет из себя УПК Сфера? По сути, это командный пункт, спроектированный для обеспечения возможности выживания в условиях атомной войны и функционирования после ядерного взрыва, произошедшего в непосредственной близости. Внутри большой бетонной шахты собрана металлическая капсула, внутри которой на огромных амортизаторах подвешен защищаемый модуль, четырехэтажный блок с аппаратурой управления и связи, системами жизнеобеспечения, боевых режимов работы и жилыми помещения дежурной смены. Сама капсула состоит из нескольких слоев металла. Пустоты между ней и крышкой заливаются высокопрочным бетоном, а внутри проходят теплообменники для охлаждения и отвода тепла, как от работающей аппаратуры, так и от тепла, рождаемого атомным взрывом. В мирное время, когда сооружение не находится в автономном режиме, его обеспечение осуществляется через техническое здание, соединенное с капсулой-туннелем мелкого заложения. Сверху капсула закрывается полукруглой крышкой, из-за верхушки которой могут выдвигаться антенны и при необходимости эвакуироваться люди. После чего пространство между стенками шара и стенками шахты засыпается сыпучим материалом, гасящий удары тектонической волны. Несмотря на то, что снаружи сфера круглая, внутреннее пространство состоит из обычных прямоугольных помещений. По его внутренним стенам проведены лестницы, наварены закладные для кабелей, внутрь встроены многочисленные теплопоглотительные камеры с круглыми люками. Расстояние между ними и модулем не более полутора метров. На уровне самого верхнего этажа оборудован шлюз, через который можно будет попасть внутрь сферы. Защищаемый модуль, как уже упоминалось выше, подвешен на амортизаторах. Это нужно для того, чтобы в момент атомного взрыва компенсировать колебания почвы и не позволить модулю с людьми и аппаратурой удариться о внутренние стенки шара. Вертикальные колебания гасятся восьми амортизаторами по два на каждом углу модуля. За гашение горизонтальных колебаний здесь отвечают восемь амортизаторов, прикрепленным краем капсулы по ее окружности. Воздух для работы этих систем находился в баллонах высокого давления, установленных по двум бокам модуля. Внешний пояс капсулы сформирован арматурными петлями и трубками для подачи теплоносителя. Внутри капсулы смонтирован легкий контейнер целевой аппаратуры, собираемый из набора унифицированных блоков и висящий в амортизированном подвесе. В нем же в этом контейнере живет на боевом дежурстве смена офицеров. На снимке вид на крышу контейнера и верхний пояс амортизации. А что находилось в самом контейнере? Первый этаж – залы оперативного дежурства. Второй этаж – аппаратура управления СЖО «Сферы» и спецаппаратные отсеки «ЗИПы». Третий этаж – помещение жилой смены, вентиляционные и компрессорные станции систем охлаждения. Четвертый этаж – дизельная электростанция, аккумуляторные и компрессорные. На момент обследования четвертый и частично третий этажи были затоплены водой. О былой важности этого места говорит хотя бы тот факт, что его строительство продолжалось даже после распада Советского Союза. Работали краны, машины, возили грунт. Все шло к тому, что карта объекта специального назначения нашей необъятной родины должна была прорасти очередной печатью тайны. Но очень скоро начались агонии реформы сокращений. Стройку заморозили и стройбат разъехался на другие объекты. Шло время. Одна за другой потихоньку падали плиты забора. С ангара исчезал металл. В конце концов было принято окончательное решение о ликвидации ржавого недостроя. Бесхозным такой объект остаться не мог. В 2010 году на объекте вновь зашипел в горелках ацетилен и зарычали моторы грузовиков. Спустя несколько лет от всего, что написано выше, осталась лишь опустевшая бетонная шахта и руины техзданий неподалеку. На момент уже нашего прибытия на место в 2021 году уже ничего подобного не было. Забор, ранее защищающий территорию, развалился. КПП и технические здания, стоящие на местности, представляют из себя сплошные развалины. А от той самой сферы осталась лишь 20-метровая в глубину шахта. Все лестницы аккуратно демонтированы, так что спуститься вниз не представляется возможным. То, что их именно снесли и убрали, а не просто обвалилось от времени, говорит тот факт, что самих лестниц нигде нет. Здания тоже сносят, так как тяжелые балки сложены вдоль, а не лежат там, где обвалились. От ангара уже и след простыл. Лишь металлические листы крыши, лежащие на дне шахты, напоминают о нем. Место стало дико популярно среди туристов. Только пока мы были на локации, около двух часов проехало больше 20 машин. Из-за чего поспешно уничтожают эту точку. Ведь больно много любопытных глаз. Не удивлюсь, если через пару лет шахта уже будет полностью засыпана. Ну, либо не завалена грудой камней. Ведь каждый приезжающий считает своим долгом кинуть камень в бассейн, что образовался на дне шахты прямо под этим местом, где стояла ранняя капсула. Мы спустились в коммуникационный тоннель, который привел в затопленный тупик. Прошлись по территории зданий, которые развалились. Нашли, возможно, еще один подземный проход, который тоже завалили. Но уж очень беспалевная местность говорит о том, что тут был спуск. На дно шахты спускаться не стали, так как единственная лестница уже еле держится и не достает полностью до земли метра три. Да и не хотелось бы, чтобы во время нахождения внизу прилетел какой-нибудь от ребенка камень по голове. Ведь и в принципе все можно было разглядеть сверху. Так как это был сверхсекретный объект, то информация о его начале строительства найти не представляется возможным. Только местоположение и координаты для тех, кто хочет своими глазами увидеть это место, пока оно еще есть. Ведь помимо его разрушения военными или строителями, здесь не брезгуют поживиться и любители заработать на халявном металле. На этом у меня все. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.